значит сегодня у нас последняя лекция по играм и вообще просто последняя лекция по алгоритмам сегодня у нас будут минимаксы алгоритмы минимакса с эвристиками альфа-бета отсечения и теория проект гранди в самом минимальном объеме о том что всякая игра эквивалентной игре ним и о сумме двух игр и не макс вот то это такое давайте начать кстати да давайте начали вернемся в прошлый раз у нас в ретроспективном анализе ретроспективном анализе была проблема что у нас не считалось количество ходов минимальное количество ходов до выигрыша или максимальное количество ходов до проигрыша вот я хотел сказать что если у нас ретроспективном анализе кстати да я тоже немножко его поправил там мы хранили информацию о типе вершины и вот как его можно здесь заполнять это мы сделали dfs мы в прошлый раз обсудили вот теперь есть у нас есть число ходов хотим минимизировать число ходов для выигрышной игры максимизирует число ходов для проигрышной игры вводим эти классы по 0 n1 p2 n3 каждый по 2 и содержит p2 и минус 1 p0 это все проигрышные это все терминальные вершины n1 это те из которых существует переход в терминальные p2 это все вершины которых можно дойти до n1 вот плюс терминальные да кстати стоминальные написать вот ну и так далее и оказывается что все проигрышные это объединение всех поитых все выигрышные это объединение n и так вот и все оставшиеся вершины это все ничейные мы тоже прошлый раз обсудили вопрос был как это посчитать вот можно разбить и построить все классы по двоих этой n2 и минус n2 и плюс 1 за время пропорциональное количество ребер как это сделать вот у нас был обход dfs мы просто посчитали разбивку на pn как посчитать количество ходов вот мы можем обходить вершины в порядке возрастания числа ходов то есть обходить их bfs взять некоторую очередь по сути по факту вначале мы ее заполняем всеми терминалами для каждого терминала числа ходов число ходов мы вставляем в ноль изначально все вершины помечаем как ничейные а терминальные как проигрышные в очередь закидываем все терминалы и начинаем потихонечку обходить как мы обрабатываем все терминалы из очереди мы входим смотрим на входящие в них ребра для каждой вершины из очереди мы смотрим на входящие в нее ребра на вершины у из которых есть переход в если ты вершина еще не рассмотрена если это ничейная вершина но ли мы ее рассматривали но зашли по другому способ другим способом то если это проигрышная вершина то отлично мы для этой вершины нашли по факту первую проигрышную вершину с самым коротким путем до терминальной вот поэтому здесь ее можно запометить расстояние количество путей до c от у как c от в плюс один вот и закинуть эту вершину потому что мы уже не определили что она выигрышная закинуть ее в очередь дальше если у нас вершина в не проигрышная а значит она выигрышная потому что мы вершину в уже обработали на очереди мы ее вытащили если это выигрышная вершина и для вершины у мы рассмотрели все ребра исходящее из нее и все они ввели в проигрышные и это последнее ребро который ведет из у в и она в проигрышные тоже значит у должна быть выигрышная все вершины ведут в проигрыш и значит это выигрыш вот поэтому мы наоборот если она была выигрышная да вот здесь мы проверяем else да если она если вершина в была выигрышная и из у мы все пересмотрели все они ведут все ребра ведут выигрышные то выключаем вершину как проигрыш на и количество ходов минимальная до так тоже опять не протачил это значит если у нас есть из а да нет все правильно максимальное количество ходов из текущей вершины из текущей вершины которую мы обозначили как проигрыш на максимальное количество ходов до проигрыша она равно вот как раз от 1 потому что это в вершина да она из последнего слоя проигрышных и она получается имеет максимальное значение числа ходов до до проигрыша потому что она была рассмотрена из самого последнего слоя она была А последняя среди всех вершин, в которую можно перейти из U. Поэтому максимальное число ходов до провершины C2 плюс 1. И мы ее снова закидываем в очередь. Все. Так, это мы вернулись к тому, что было в прошлый раз. И давайте теперь уже перейдем к тому, что есть сейчас. Так, если не написал все дерево, можно... Значит, граф игры у нас есть некоторый. И мы его раскладываем по слоям возможных ходов. Одни и те же позиции могут сейчас в разных стоях, но нас это сейчас не интересует. Здесь пример разложения игры крестики-нолики. Вот. У нас есть некоторое стартовое поле. Но здесь вот стартовая вершина, в которой вообще пока ни одного хода не сделано. Вот. Можно пойти несколькими разными способами. Здесь вот выбрано три, потому что все остальные, на самом деле, не эквивалентны. Вот. И на каждый из них можно какими-то способами отвечать. Здесь убраны эквивалентные варианты, оставлены только те, которые нужны. Вот. И это дерево довольно легко можно посчитать до самого конца. И если все дерево можно посчитать до терминала, до всех терминалов, то мы сможем подняться вниз, подняться снизу вверх и посчитать для каждого узла дерева его соответствующее число ходов до терминалов и в итоге рассчитать максимальное или минимальное число ходов от самой корневой вершины. Вот. Если бы она была бы выигрышная, то мы бы таким образом могли посчитать минимум всех возможных переходов в соответствующие проигрыши и всех переходов в проигрыши. Если это вершина проигрышная, то посчитать максимум всех возможных переходов в выигрышные. Вот. И для каждой из них взять соответствующие цены. Вот. То есть тот же самый ретроспективный анализ, который мы только что обсудили, можно было бы провернуть на дереве, явно его построив. По сути, то же самое на самом деле. И чтобы... Если у вас есть уже граф игры, то, может быть, проще по графу. Если графа игры явно построенного нет, то, может быть, имеет смысл строить вот такие вот деревья. Не знаю. Зависит от задачи. Чаще вот эти вот игры, которые можно полностью просчитать, их не особо интересно писать. Интересно писать те игры, в которых решить заранее, полностью просчитать очень сложно. Вот. Такие игры, например, как шахматы, го, реверси для разного числа, для разного размера доски. Вот. Определить там исход бывает сложно. Ну и, соответственно, оценить количество ходов до выигрыша. Или если это выигрыш, то минимальный, если до проигрыш, то максимальный. Вот. Но можно определять исход. Приблизительно число ходов, которые нужны до выигрыша. Вот. Исход можно определять. Обычный исход как раз и определяют с помощью функции, с помощью эвристики, которая оценивает позицию. Вот у нас есть какая-то позиция игры, какое-то состояние. И вот для текущего игрока, который должен сделать ход, вот насколько она, насколько эта позиция хороша. Если эта позиция однозначно выигрышная, и вы сразу поняли, что, о, да это же уже мат мы поставили, все, здорово, отлично, значит, мы можем считать, что это плюс бесконечность или какое-то максимальное значение. Если это проигрыш, и вот мы видим, что все, мы уже проиграли, это терминальная вершина, дальше никаких ходов нету, то тоже эта эвристика должна, соответственно, принимать какое-то минимальное значение или минус бесконечность, или ноль, по-разному делу. Вот. Примеры эвристик. В шахматах. В шахматах это сумма стандартная с развесовкой фигур. Я плохо помню, там пешка, по-моему, один, слон три, конь, по-моему, три, ладья пять, ферзь девять. Правильно? Кто-нибудь знает? Да, именно так. Здорово. И, соответственно, можно посчитать эту сумму для количества фигур, которые находятся у текущего игрока, который делает ход, и у игрока, который противник. И сделать, вычесть одно из другого и получить там, собственно, то преимущество, которое есть у того, кто ходит. Оно может быть отрицательное, значит, у него преимущества нет. Там можно дальше накручивать эту эвристику, и так и делают обычно. Важно что отметить, что эта эвристика, она не рассматривает вперед возможные ходы. То есть она не должна думать о том, что, а если я сделаю так, то у меня получится такая ситуация, если я сделаю так, то у меня получится такая ситуация. Нет, просто в целом текущее состояние без учета того, какие возможны ходы. Точнее, в ней, может быть, в каком-то смысле заложено это быть, но на основе каких-то других наблюдений, не связанных с своими ходами. Вот это важно. Потому что в тот момент, когда вычисляют эвристику, не делают ходы. Сейчас как раз по дереву деминимакса будет понятно, где она вычисляется, и почему-то не имеет смысла делать ходы. В реверсе. В реверсе это такая игра, когда у нас есть белые и черные фишки на квадратном поле. n на n, например, 8 на 8. И там можно ставить фишечку в каждое поле, и она будет либо белая, либо черненькая. Если вы ставите фишку, и получается так, что от вашей белой до новой белой, которую вы поставите, подряд стоит несколько черных, то все эти черные переворачиваются, они становятся белыми. И все эти фишки становятся вашими. И в следующий раз вы можете от этих новых фишек построить новую линию и закрыть много других черных. реверси это очень динамичная игра, она постоянно перебирает. Может быть, у вас вроде какое-то преимущество есть, сейчас количество белых, допустим, существенно больше, чем черных, но в какой-то момент черный может сыграть какую-то важную позицию, занять, и потом от нее перекрасить все ваши белые. Потому что чем больше фишек поставлены, тем больше может быть за раз перекрашено одновременно позиций. Плюс, если она стоит в углу, то это вообще просто королевская позиция, ее уже никто не собьет. То же самое, если она стоит на стороне, далеко от угла, или, например, близко к углу. Вот, например, вплотную к углу, рядом с углом ставить нельзя. Ну, точнее, не то, что нельзя, это, наоборот, плохая ситуация. И можно уже считать не просто количество своих фишек минус количество чужих, но можно посчитать количество своих фишек плюс какой-то дополнительный коэффициент тем фишкам, которые стоят в углу, если у нас такие есть, и, наоборот, отрицательный коэффициент, если фишка стоит не в углу. Ну, может быть, это не имеет смысла, если угол занят уже, в том числе и нами. Вот. Может быть, не учитывать эти фишки. Вот, примерно так. Оценивают игры в шашках тоже там. Ну, шашки, они... продуманы до конца, рассчитаны. Я вот буквально накануне прочитал, что по шашкам, кажется, там ничья. Я не понимаю, как ее может добиться. То есть это получается... Что такое ничья? Это две дамки, что ли, будет? Или это... Ну, короче, интересно. Я, честно говоря, не знаю, какая именно ничья в шашках может быть достигнута. Ну, вроде как она есть. Вот. Поэтому шашки интересно играть для людей. Так, идемте дальше. Вот. Как устроен Minimax-ный алгоритм? Это... Вот это дерево, которое нельзя просмотреть до конца, да, которое мы, наверное, здесь рисовали, оно очень большое, поэтому просто не хватит отличительных ресурсов, чтобы рассмотреть все возможные варианты и делать следующее. Просматривать относительно текущей позиции игру на несколько слоев вниз. На первый слой, значит, среди возможных ходов текущего игрока, потом от каждого из этих ходов следующий ход второго игрока, да, допустим, здесь три хода первого игрока, потом дальше три хода второго игрока отсюда, три хода отсюда, три хода отсюда. Ну и дальше можно, если хочется, дальше можно рассматривать Каждый из этих можно было бы рассмотреть. И сколько слоев хочет в программе зацепиться, столько можно там рассмотреть. Если у вас есть много вычислительных ресурсов, то можно там распараллелить. Они очень хорошо параллелятся, эти деревья. Каждый из них отдельно может быть просмотрен. Да, там есть ситуации, когда могут какие-то узлы повторяться. Но здесь уже зависит от игры. Если вероятность таких повторений большая, то стоит что-то придумывать для того, чтобы одновременно уметь обрабатывать повторяющиеся позиции, которые уже где-то встречались. Если позиции, наоборот, редко повторяются, типа шахмат. Хотя не факт, что типа шахмат, но там можно распараллелить, независимо друг от друга, обрабатывать каждый из-под деревьев. Дальше вычисляется эвристика на самом последнем слое. Есть пример. 3, 12, 8. Это эвристики для каждой позиции в конце. В чем смысл минимакса алгоритма? Что с точки зрения игрока, который играет второй, он хочет вам эту эвристику минимизировать. Он хочет максимизировать свой выигрыш. И если там, может быть, отрицательные и положительные, то здесь, может быть, например, были какие-то отрицательные и положительные числа, здесь ему нужно минимизировать, здесь будет какое-то, может быть, отрицательное значение. Ну, хотя нет, это не важно. Какие числа, просто есть какой-то диапазон. Вот этот второй игрок, он пытается минимизировать выигрыш в вашу сторону, а вы, наоборот, пытаетесь максимизировать его. И вот что сделает второй игрок? Он посмотрит, ага, если я пойду сюда, то у него будет вот такая позиция 3, если я пойду сюда, у первого игрока будет позиция 12, а если я пойду сюда, то у него будет 8. Конечно же, я пойду туда, где 3. Я минимизирую ему эту позицию. И вот алгоритм как раз предполагает то, что второй игрок пытается минимизировать состояние первого, оценку первого. А дальше вот этот вот товарищ первый, он в своем узле, наоборот, пытается ее максимизировать. Он смотрит, ага, если я пойду сюда, то мне этот вот по циропе, он, конечно, мне 12 не даст, но он мне даст хотя бы 3. Если я пойду сюда, он мне даст максимум 2, а если я пойду сюда, то он мне даст максимум тоже 2. Что мне лучше выбрать? Конечно, я пойду сюда. Здесь тогда этот минимарксный алгоритм позволяет не только посчитать ту юристику, которая может быть уже не юристика, а уже полноценная оценка текущей позиции с учетом возможных дальнейших ходов и саму стратегию, куда надо пойти, чтобы это число достигнулось. Чем больше просматривается слоев вниз, тем больше времени тратится. И количество узлов, которые необходимо исследовать, оно равно, если у нас какой-то коэффициент втекления, допустим, он в среднем по 3 возможных хода, то у нас там будет 3 в степени число рассматриваемых слоев. Если там больше, а чаще бывает больше, то там буквально 5-6 слоев, и все, его уже захлебывается, программа не сможет работать. И, к сожалению, если прямо так в таком виде оставить этот алгоритм, то он в реальных играх будет давать плохой результат, даже если подбирать каким-то образом специальную юристику, потому что не получается продумывать глубоко вперед. А хочется, чтобы он там, не знаю, ходов в 10-12 проработал вперед. Это как бы показало его некоторую интеллектуальность, например, в шахматах, что он заранее продумал некоторую стратегию, как он будет действовать, и как он, допустим, что-то там у первого игрока отберет, ну, у второго игрока. Так, ну и вот для этого как раз есть оптимизация. Эта оптимизация минимаксового алгоритма называется альфа-бета-отсечения, альфа-бета-прунинг. Что можно сделать? Вот оказывается, что вот в этом дереве, когда мы рассматриваем вот эти вот поддеревья, если мы уже что-то нашли, мы обработали какое-то поддерево, то в процессе обработки второго поддерева, третьего или каких-то ветвей первого уже даже, то есть возможность их полностью не обрабатывать, их сразу отсечь. Они уже, они могут вовсе не дать никакого положительного ответа. Они не смогут сыграть на результат игры, на результат работы алгоритма. Вот, что делается? Вводятся две переменные. Альфа – это текущее максимальное значение оценки узла для уровня, который занимается максимизацией, то есть для уровня, на котором работает первый игрок, который сейчас ходит. И бета – это текущее минимальное значение оценки узлов для уровня минимизации. То есть это те оценки бета, вот бета, вот они здесь на картинке, здесь бета всего этого поддерева – это 3. Максимум всего этого поддерева, альфа всего этого поддерева – это 3. И вот в процессе обхода поддерева эти альфа и бета будут обновляться. Альфа будет увеличиваться, бета будет уменьшаться. Вот, то есть мы здесь уже видим, что альфа здесь как минимум 3 у всего этого узла. Отлично. Это очень хорошо, потому что когда мы здесь пойдем, мы увидим, что здесь минимум есть 2. И значит здесь как минимум 2 получается. то дальше не имеет смысла обрабатывать вот эти вот поддеревья. Вот заходить сюда, здесь четверка, вообще не имеет смысл. То есть если бы здесь дальше есть какие-то деревья, то и даже не надо сюда заходить и смотреть, а какая там гристика. Там результат всей работы вот этого поддерева, он все равно будет меньше или равен 2. А у нас альфа уже равен 3. Поэтому для этого узла нам уже как минимум 3 подходит, а все это дерево, в котором уже есть двойка, и оно будет точно не лучше, чем двойка, нам уже не нужно. Поэтому как только мы здесь поняли, что здесь двойка, ага, все, значит здесь нам делать больше нечего. И даже соваться туда и смотреть какие-то гристики не имеет смысла. Ну, то есть их даже и рассчитывать не надо. Вот в этом и заключается идея отсечения, и по факту она работает очень хорошо. Давайте примерчик еще. Там есть из Википедии стандартный. Вот. Как только альфа, текущий максимум, становится больше текущего минимума, это означает конфликт ожиданий, да? То мы прерываем анализ текущего узла, возвращаем последнюю полученную оценку этого уровня. Вот. Давайте еще раз вот на этой картинке, стандартной картинке из Википедии, это проработаем. Здесь, кстати, к сожалению, отсечение не всех видов есть. Здесь есть отсечение только когда... Ну, давайте сейчас посмотрим, да? Так, вот здесь у нас что? У нас это уровень минимумов, желтый минимум, зеленый – это максимум. Здесь на желтом уровне мы взяли минимум из 5 и 6, получили 5. Ага, значит, здесь у нас будет максимум, текущий максимум – это 5. Идем вниз, дальше смотрим. Ага, идем в 7. Оценили текущий минимум в этом подозле у нас 7. Увидели, что 4. Ага, текущий минимум бета, для этого подузла, он стал меньше, чем альфа, чем максимальный уровень, который был здесь. Значит, это поддерево у нас уже не будет использоваться, и мы сюда не пойдем и даже не будем считать юристику для этого узла. Все, здесь отсекли. Хорошо. Так, идем дальше. Значит, у нас здесь текущий максимум 5. Смотрим здесь. У нас минимум пока 5. Заходим сюда внутрь. Заходим внутрь. Здесь пока ничего нету. Ага, зашли вниз. Посчитали ивристика. У нас здесь 3. Минимум 3. Максимум 3. И текущий минимум у нас равен 3. Идем. Все, вон, нам понадобилось. Все нормально. У нас не было конфликта ожиданий. Вот. Дальше. Мы здесь посчитали минимум как 3. И, значит, текущий максимум у нас равен 3. Хорошо. Идем вниз. Смотрим. Здесь мы должны вычислить минимум. Идем вниз. Идем вниз. Идем вниз. Ага, дошли. До этого последнего слоя. Здесь максимум 6. Отлично. Здесь минимум 6. Здесь у нас текущий максимум 6. Заходим сюда. 6. Здесь минимум 6. Ага. Вот этот вот меньше, чем 6. Мы, может быть, здесь и получим. Но он нам уже не нужен. Так, так. Здесь надо больше или равно поставить. Значит, начнется. Сейчас давайте справлю сразу. Так. Ну, здесь больше или равно. Так, есть. Ну и вот. Да. Мы получили здесь шестерку. Смотрим. Ага. Все. Значит, здесь мы, если будем что-то новое получать, то это будет меньше, чем то, что нам нужно. Значит, нам это все лазить не надо. И мы даже не пойдем рассчитывать эту юристику. Здесь у нас максимум 6. Минимум 6. Идем сюда. Смотрим. Здесь 7. Вот. Что хочется сказать. Что вот если бы здесь было под дерево. Видно? Здесь уровень максимизации. Он максимизирует. Здесь как минимум 7. Здесь альфа равно 7. А здесь бета равно. Здесь надо, я понял. Здесь надо, наверное, прописать более подробно, что на разных уровнях это по-разному нужно работать. Значит, что у нас здесь происходит? У нас максимум здесь 7. А здесь, если было бы еще одно под дерево, то так как мы не выполняем минимизацию, так выполняется минимизация на этом уровне, то если здесь есть какое-то даже под дерево, здесь произвольное под дерево, на уровне максимизации здесь меньше 7 уже не получится. Поэтому вот если бы здесь было под дерево от 7, то в него ходить уже не надо было бы. Можно было бы сразу его отсечь, потому что меньше синий мы на этом уровне не получим. А у нас на уровне выше и так уже шестерка есть минимальная, поэтому смысла смотреть ее здесь под деревьев нет. Здесь было бы как раз… Видите, здесь просто на этой картинке с Википедии у нее обрезы только на уровне с желтого на зеленый. С желтого на зеленый здесь тоже желтого на зеленый. А вот с зеленого на желтый здесь обрезы тоже возможны. Поэтому их два альфа-отсечения, я правда не знаю, какой из них какой. Ну вот здесь можно было бы отсечь, если бы здесь было бы какое еще под дерево любого вида. Дальше. Здесь у нас текущий максимум 6. Идем сюда, смотрим. Минимум так, 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 спустились. 5, 5, 5. О, отлично. Мы здесь нашли минимум 5, поэтому если здесь будет что-то меняться, то будет меньше, чем 5. А у нас текущий максимум 6. Значит, все, дальше можно не смотреть. И все это под дерево не рассматривается. То есть мы даже не заходим внутрь, и не заходим до листьев вообще никак. Это не нужно. Вот. Там еще есть разные эвристики по поводу того, как... То есть часто вводят специальные эвристики. Вот эти вот альфа-бета-отсечения хорошо работают. И имеет смысл рассматривать сразу оптимальные деревья, испытаться каким-то образом, ввести еще одну эвристику. У нас есть эвристика состояния, которое в самом низу. Вот. И можно попытаться эвристику первых ходов тоже взять и вычислить. То есть вычислить позиции не только эти, но, например, вот эти или вот эти. И посмотреть, куда вначале лучше пойти. Сюда, сюда или сюда. И в зависимости от того, от эвристики уже непосредственно этих позиций, где здесь будет минимальная эвристика, туда и сходить вначале. Ой, точнее, наоборот, максимально-максимально. Максимизируем, да, где максимальная эвристика. Если бы у нас эвристика этого узла была бы, например, 7, эвристика этого узла была бы 4, а этого 3, то имело бы смысл сходить вначале вот сюда. Выбрать вначале это под дерево. Здесь мы сразу увидели бы, что здесь минимум 6 и текущий максимум 6. И потом, когда мы пошли бы сюда, мы бы спустились в первое дерево, в пятерку. Да, и сразу бы его отсекли. Мошли бы сюда, спустили бы тоже здесь, увидели бы первую пятерку, и сразу бы его отсекли. И даже сделать ничего бы не стали. Вот, то есть отсечения были бы здесь, как на картинке, и здесь, и здесь, и здесь. Здесь не нужно все-таки было бы сходить сюда. Да, но вот эта проверка не нужна была бы. Вот такая вот. Идея. Дальше. Интересно, что эти вот альфа-бета-отсечения, они были первым алгоритмом, которым работал алгоритм для игры в шахматы, который победил действующего чемпиона Гарри Каспарова 10 февраля 96-го года. Он победил со счетом 4-2. Гарри какое-то время говорил, что это журничество какое-то там или что-то еще. Ну, и в итоге запросил еще матч-реванш, и в следующем году он уже выиграл, не выиграл, он проиграл со счетом 3,5-2,5. Но тоже на бровях в каком-то смысле. То есть не то, чтобы этот алгоритм всегда выигрывал, нет. Но выиграть у него было, я так понимаю, довольно сложно. И вот как раз Гарри Каспаров писал о том, что ему казалось, что алгоритм продумывает какую-то хитрую комбинацию, и он мыслит довольно широко, и он вдумчивый. Вот такое впечатление у него осталось. Там было много всяких распараллеливаний, юристика была довольно сложная. Там ты пишешь про несколько тысяч настроечных параметров, которые отдельно посчитали по большой базе сыгранных партий. Вот, поднастроили юристики, и глубина анализа была порядка 12 уровней. Вот. Когда мы какое-то время делали игру реверси, для студентов предлагали написать своего бота игры в реверсе, тоже как раз опираясь на минимакс или какой-то алгоритм, возможно, с альфа-бота-течением, и самое интересное было придумать эвристики. Вот. И там в некоторых случаях можно было ее полностью посчитать. Когда игра уже заканчивается, тогда смысла считать эвристики особого нету. Гораздо быстрее просто рассчитать ее до конца. Вот. И устраивали такие соревнования, чтобы каждый написал своего бота, и потом мы их стравливали друг с другом. Было очень интересно. Вот. Эвристика просто может зависеть от большого количества параметров, но с другой стороны, когда у нее много параметров, то, может быть, ей хуже становится. Она дольше вычисляется, существенно дольше вычисляется. А когда мы просмотрим на 12, например, слоев вперед, то там такое количество комбинации, такое количество вариантов, что, может быть, стоит сделать юридику чуть попроще. Вот. И тут вот начинается вот эта вот игра. Куда дать преимущество? Вот. Плюс еще можно следить за временем, если у вас ограниченное количество времени, можно время распределять следующим образом, что вы смотрите. Ага, сейчас у меня там... я вроде посмотрел сейчас 6 слоев, а я потратил там всего одну сотую от времени, которое было выдано. значит, я попробую то же самое поторить для 7 слоев. Это, грубо говоря, прикидка такая, но, может быть, количество слоев можно варьировать в процессе отсмотра ветвей. Вот. То есть, много разных идей дальше можно развивать. Но вот эти вот алгоритмы, они все без машинного обучения, здесь ничего такого, никаких нейронов, ничего нету. Единственное, что подбор параметров на основе прошедших партий можно было бы рассматривать как машинку, но тоже не очень. Вот. Все. Идемте дальше. Осталась небольшая тема, связанная по классификации игр. При нее очень хорошо написано в монографии Станкевича, про которую я в прошлый раз вспоминал. Там очень подробно расписаны все доказательства. Вот. Я какие-то части что-то оттуда, ну, многое взял оттуда, да, чтобы последовательность повествования была там адекватная. Вот. Прямая сумма игр. Что такое прямая сумма игр? Начнем с нее. Это когда у вас есть две игры А и Б, независимые друг от друга, и вы можете играть как в первую игру, так и во вторую. И вторых игрок можете играть как в первую, так и во вторую. Классический пример, там игр в шашки на два поля, или игры и вот игры ним, когда вы несколько кучек делаете, вы можете брать из любой кучки. Эти две игры независимые вы можете делать как в первой игре ход, так и во второй игре ход. Вот такие суммы двух игр, это такая игра, в которую вы можете делать ход либо в одной, либо во второй. Если вы в какой-то игре не можете сделать ход, то вы можете сделать только в другой. Если в обоих нельзя сделать ход, значит, переграли. вот эта операция сложения игр, она коммутативна, неважно в каком порядке эти игры задаются, и она ассоциативна, когда вы складываете три игры, неважно в каком порядке выполняется это сложение, но это очевидно. Вот, и этот снова будет игрой на графе, в качестве вершин графа нужно брать пары, пары вершин из двух предыдущих, и переходом будет либо во все возможные пары, когда одна из вершин остается прежней. Да, самый классический пример это игра с несколькими кучками, нам больше сейчас не понадобится, но можно и по-другому раскладывать игры, есть игры, многие игры раскладываются естественным способом, например, игра Hakenbush, если в ней нет циклов из деревья, то, например, если два дерева независимо выходят из одной точки, то это, по сути, сумма двух игр, сумма двух деревьев, а если у вас выходит дерево, и от него, от первого уровня идет некоторое вершинение, то можно посчитать, вот для Hakenbush, можно посчитать число гранди для каждого из деревьев, выходящих со первого уровня, взять от них, не скрывать там единичку, вот это будет числом гранди всего дерева Hakenbush, то есть теория прямых сумм и чисел гранди, она позволяет рассчитать и оценить очень многие игры, все игры на циклических графах, да, самая простая игра, это игра, в которой один терминал, все, игра ним с пустой кучкой, граф из одной терминальной вершины, ее обозначают звездочкой 0, и этот звездочка 0, это нейтральный элемент относительно сложения, вы можете прибавить его к любой игре, то есть прибавить к любой игре пустую игру, состоящую только из одной терминальной вершины, это то же самое, что ничего не сделать, по факту у вас остается исходная игра, потому что вы не можете делать ходы в этой звездочке 0. Еще интересная штука, симметрическая стратегия, если игра на ациклическом графе, то а плюс а проигрышная, у нас это уже было, вот, в прошлый раз мы об этом говорили, просто хотелось зафиксировать, что сумма игры самой самой себя, это проигрышная игра, это та самая сумма, которая была у нас в прошлый раз, когда мы обсуждали симметричную стратегию. Вот, введем разные, будем вводить разные обозначения, их сейчас будет довольно много, ну, но не будут не все тривиальные, это вот простая штука, исход игры, будем считать, что исход выигрыш это плюс один, если проигрыш, то минус один, если ничья, то ноль, и вводим в понятие эквивалентности двух игр, две игры будем называть неразличивыми или эквивалентными по гранте, и писать а эквивалентно б, если для любой игры c выполнено равенство, а плюс c, исход а плюс c такой же, как исход b плюс c, то есть две игры у нас будут эквивалентными не просто из-за того, что у них исход одинаковый, две выигрышные нельзя называть эквивалентными, две проигрышные тоже сейчас исходы нельзя называть, но на самом деле с точки зрения гранди, две проигрышные будут всегда эквивалентными, а выигрышные уже не будут эквивалентны. Почему хочется именно складывать? Ну вот оказывается, что сложение само по себе тоже интересно. Сложение игр и число гранди очень интересно связано. Это в последнее время сегодняшнее будет. Но вот с точки зрения эквивалентности оказывается, что все игры можно квалифицировать и разбить на классы эквивалентности. У нас будет один класс проигрышных игр, у нас будут классы выигрышных игр. Все они будут описываться одним числом, числом гранди. И будет понятно, как их складывать. Потому что как раз сложение у нас участвует в определении эквивалентности. Поэтому легко будет определять эквивалентность, какой игре эквивалентна сумма. Еще раз. Мы хотим все игры классифицировать. Сделать эквивалентные игры в каком-то смысле эквивалентными. То есть все выигрышные и эквивалентные в некотором смысле таким же выигрышным. Все проигрышные и эквивалентные в некотором смысле таким же проигрышным. Вести класс эквивалентности. Он вводится вот таким странным образом, но он оказывается очень хорошо работает. a и b эквивалентны если каждый из них прибавить некоторую игру c и они будут снова у них будет такой же исход две игры эквивалентны что если для любой другой игры c исход a плюс c и b плюс c одинаковы вот эта штука является отношением эквивалентности надо просто проверить все три свойства а эквивалентно а очевидно то что исход а плюс c всегда а плюс c если а эквивалентно b то b эквивалентно а ну да потому что у нас равенство тоже симметрично и транзитивность осталось а эквивалентно b то b эквивалентно c ну потому что любой игры c а плюс ну вот если d игры d исход a плюс d такой же как b плюс d а у b плюс d такой же как у у c плюс d значит такой же как у а плюс d все время легко доказывается в смысле что это является классом клиент отношения к конец а раз она является отношением к конец значит все игры развивается на классе полетности по грани вот тоже простое утверждение если игра один эквивалентная игра игре а2 а b1 эквивалентной игре b2 то 1 плюс b1 эквивалентной игре a2 плюс 2 b2 почему потому что если мы прибавляем любую игру c к 1 плюс b1 и к 2 плюс b2 то вот надо написать да просто расписать a1 плюс b1 плюс c исход до исход в этой игры равен исходу a1 плюс b1 плюс c исход б1 плюс c такой же как исход будет такой же как у а2 плюс этой суммы для игры b1 плюс c ну и там дальше 1 заменяем на 2 а потом меняем их местами заменяем уже b1 на b2 ну то есть по определению там все легко расписывается вот интересная теорема а вот оказывается что все проигрышные они эквивалентны друг другу как это доказывается начали с помощью теоремы что берем любую проигрышную игру и любую игру c и доказывается что исход проигрышный плюс c такой же как исход c то есть если к любой игре добавить проигрышную который можно делать ходы то исход будет такой как у исходной игры c там нужно рассмотреть все три случая когда c выигрышная когда c проигрышный когда c ничейная если c выигрышная то что можно сделать то исход выигрышный плюс проигрышный будет конечно же выигрышным потому что вы можете делать ход проигрышный но это опасно да то есть может быть его сделать и не в не выигрыш и это будет плохо да но что как как вам выиграть в игре выигрышный плюс проигрышные надо надо ходить просто в выигрыш на линии вот это и все надо ходить выигрышный игре в нужное место тогда вы переходите в противную позицию для игры c и второй игрок вынужден ходить либо в проведя первый либо проведешь не второй и не зависит от того где он сделает ход вы всегда сможете однуystem сделать выигрышный вот уменьшить число ходов до конца так дальше есть эта игра c было проигрышный то вот проигрышный проигрышный это проигрышная почему исход проигрышный проигрышный быть проигрыш потому что куда бы не пошли ход 2 может вторым перебьет игру так чтобы вы снова оказались проигрышной ситуации в любой из игры или z и l или sc вот самый интересный случай ничейные проводится индукция по числу ходов до выигрыша теперь у нас c ничейная последний случай и вот нас и есть она проигрышная вот давайте рассмотрим числах число ходов до проигрыша если в l до проигрыш 0 ходов и база до индукции то очевидно что и плюс c ничейные ну что в l нельзя делать ходы мы сразу только ходим только в c исхода будет такие же какой то есть эта игра просто эквивалентно игре c просто по по самим ходам вот если игра l значит если мы доказали для всех игр l число ходов до проигрыш которых там меньше чем n это вот утверждение давайте давайте докажем для собственно для m если сделать ход в l то противник всегда ответит в ней и мы перейдем в игру в которой будет меньше число ходов до проигрыша а еще 2 ничейные по предположению индукции ее исход равен исхода c то есть ничья вот если мы пойдем в c как там можно пойти в c можно пойти по выигрышную позицию ну так точнее хода в проигрыш там точно нет иначе она была бы выигрышная ходить выигрыш там из c выигрыш ходить не имеет смысла потому что тогда бы мы проиграли наш мы идем в другую ничейную позицию дальше мы сверили игру игру к другой игре ничейный плюс проигрышный получается мы вот получается что мы ходим в c в ничейную позицию и значит игра l плюс c ничейный то есть есть вот ничья да есть нам надо добавить конечно чуть получше наверное писать эту индукцию для больше строгости следствие какие есть значит что у нас здесь произошло мы доказали что ли вы проигрышные игры исход проигрышный плюс любой другой этой и клиент не c то есть если взять две проигрышные игры то они будут эквивалентны потому что а плюс c эквивалентно c эквивалентно b плюс c а а плюс цель исход а плюс c будет равен исходу b плюс c значит для любой проигрышных игр а и b их исходы всегда одинаковые вот а значит они равны исходу ну а в том числе звездочка 0 является проигрышный значит они все эквивалентно вот и еще одна штука да что если у нас про симметричную стратегию если у нас есть сумма двух одинаковых игр а плюс а то она эквивалентно игре звездочка 0 потому что вы уже доказали перед этим что эта игра проигрышная значит она эквивалентно звездочке 0 так игра ним значит обозначение теперь игра ним у нас уже было несколько раз если у нас граним из нуля куча кто-то звездочка 0 обозначим теперь игру из и кучек как звездочку и вот если и больше 0 то очевидно что звездочка то это выигрышная игра что можно сделать можно просто забрать все камни и все вот но эти две игры не эквивалентным звездочка и и звездочка же это разные игры вот пусть и меньше чем же тогда что можем сделать давайте подберем игру в которой исход будет не совпадать какую игру если давайте каждый из них вот если взять и если и меньше чем же и взять в качестве добавляемой игры еще одну игру ним и и кучка с кучкой и да то вот когда мы добавляем ее к игре девочка и получается проигрыш а когда мы добавляем ее к игре звездочка же это получается выигрыш почему потому что здесь же камней здесь и камней и что можно сделать чтобы выиграть надо взять из g разницу же минус и и когда мы сведем задачу к двум одинаковым кучкам и она будет проигрыш значит мы выиграли здесь у нас проигрыш а здесь у нас выигрыш все получается мы нашли пример такой игры для которой исходы разные значит эти классы не эквивалентны вот наканчивается что это все классы и других нету все классы все игры на а циклических графах на произвольных каратах циклических важно что циклических на цифре что значит у них нету ничейных позиций ничей их ситуаций ничейных игр вот если вас есть а циклический граф то любая игра на этом графе с любой начальной позиции она экрана некоторой игре ним вот эти числа можно вычислять сейчас как раз об этом теорема шрагранди начале лемма небольшая что игра а эквивалентной игре и звездочка и тогда только тогда когда а плюс звездочка и это проигрыш на игру то есть а плюс девочка и эквивалентной девочки 0 доказывается в одну и в другую сторону очень просто из-за определения из того что мы уже доказали давайте в обратную сторону докажем пусть apple и звездочка и проигрышная тогда возьмем а он эквивалентно apple звездочка 0 предыдущий хлеб звездочка 0 это эквивалент на сумме двух игр звездочка и вот получаем здесь сумма а плюс . и призрачка и опрос делочка и здесь нас есть поле у звездочка и то что только эквивалентно чему она опрос девочка и у нас по предположению эхалида 0 . нуля что получается на колеби и звездочка и а за 100 . эквивалент на девочки и а эквивалент на девочки и если apple . эквивалент на 0 . все доказали эту лему это простой теоремы о том, что можно переставлять игру ним можно относительно эквивалентности перекидывать вот если а, игра на ациклическом графе то а эквивалентность звездочки и для некоторых числа и это число будем обозначать как g от а g от а это то самое и игре ним который с этим числом камней она эквивалентна вот как посчитать это самое число и считается оно следующим образом если из игры а существуют ходы в а1, а2 и так далее а n и для каждого из этих аитых эквивалентно ей и граним уже посчитаны то есть посчитаны числа гранди g от а g от а1, g от а2, g от и так далее g от а n то эти числа гранди надо взять посмотреть их на множество и взять минимал эксклюда минимальное число которого нет в этом множестве имеется ввиду неотрицательных чисел то есть там числа могут быть 0, 1, 2, 3 и так далее вот если там нет нуля то минимал эксклюда это будет 0 если среди этих чисел есть 0, 1, 2, 3 а четверки нет то минимал эксклюда это 4 то есть минимальное число которого нет в этом множестве минимальное неотрицательное целое число которого нет в этом множестве я не знаю есть ли у вас понимание пока о том что говорится если какие-то вопросы есть задавайте их сразу пожалуйста вдруг что-то непонятно как доказать эту теорему возьмем индукцию сделаем по длине максимального пути до терминальной вершины база база игра пустая девочка 0 в ней нету значит база это у нас ациклический граф в котором длина максимального пути до терминала равна нулю то есть это по факту граф состоящий из одного терминала вот для этой игры естественно эквивалент на звездочке 0 теперь пусть для всех игр с длиной максимального пути меньше чем в А утверждение теоремы доказано докажем его для игры А то есть мы для игр из которых мы сделали в которые мы можем сделать переход А1 А2 и так далее АН предположение индукции верно давайте докажем что вот в самой игре А в самой игре А она будет эквивалентна игре ним с и кучками где и это тот самый мекс от же аитых в который можно сделать переход вот возьмем это и как раз в качестве такого и докажем что А эквивалентна звездочке и чтобы доказать что А эквивалентна звездочке и достаточно доказать что А плюс звездочка и это проигрышное поле которое было перед теоремой вот как теперь действовать что здесь нужно доказать почему почему это проигрышная игра давайте просто размышлять что можно сделать в этой игре можно пойти в А можно пойти в И почему мы в любом случае проиграем давайте пойдем в А если мы ходим в А куда-то то мы попадаем в некоторую игру Ажитую есть переходы разные мы с А переходим в Ажитую и теперь второй игрок будет ходить в сумме Ажитая плюс звездочка И но вот у Ажитого у Ажитого число Гранди предположение индукции это некоторое Ж от А Житого и это вот Ж от Ажитая оно точно не равно И потому что И это минимальная не совпадающая с Ажитым с Ж от Ажитым да и по определению минимума эксклюдато получается эти числа не эквивалент это разные будут числа Ж от Ажитая и И а значит игра Ажитая плюс звездочка И так как Ажитая эквивалентна игре ним Ж от Ажитого да то вот сумма двух игр вот таких Ж от Ажитых и звездочка И она будет выигрышная по той или иной что у нас две игры ним с разным словом кучек это ну это просто всегда это выигрышная игра мы можем брать если две разные кучки то мы возьмем в большей кучке разницу и сделаем игру проигрышной для второго игрока вот значит ходить в А в какую-то из игр Ажитых не имеет смысла потому что получается мы проиграем значит мы показали что если пойдем в А то проиграем теперь надо показать что если пойдем в И то тоже проиграем куда мы сможем пойти ну во-первых мы сможем пойти только если это не ноль если И равно нулю то все это мы уже доказали по факту все если И не ноль то как мы можем пойти мы можем пойти в некоторое число ну вот давайте пойдем в некоторое число К и тогда мы сведем игру к А плюс звездочка К К меньше чем И И было минимальное эксклюда число из Жаитых значит так как К меньше чем И то среди Жаитых есть то Ж которое равно К вот тогда второй игрок может сделать в А ход в игру Ажитых и получить игру Ажитых плюс звездочка К которая является проигрышной потому что по предложению индукции Ажитые эквивалентно звездочке К вот мы доказали что есть мы доказали что есть игры что как бы мы не пошли в игре А плюс И где И это Мекс то мы в итоге проиграем вот получается это теорема доказана А плюс звездочка И это проигрышная игра а раз мы смотрите что мы научились делать благодаря этой теореме мы научились рассматривать произвольную игру на графе эта теорема хороша тем что она конструктивна она показывает как найти то самое число гранди которые соответствуют этой игре если это число гранди равно нулю значит это проигрышная игра если это число гранди больше нуля то это значит выигрышная получается каждую игру можно ну можно ретроспективным анализом посчитать выигрышность и проигрышность но можно считать число гранди если графы большие если у вас получается с помощью там прямых сумм считать число гранди то это существенно уменьшит размер алгоритма. И если бы вы раньше считали эти игры довольно долго, то с помощью чисел Гранди, вы находя число Гранди, сможете быстро понимать, она выигрышная или проигрышная, и заодно еще знать, какой ход нужно сделать, если это выигрышная игра, чтобы прийти к выигрышу. Вот. В чем заключается конструктивизм? В том, что здесь вам дается ответ на вопрос, какое число И соответствует этой игре, какое число Гранди. Нужно взять все игры, в которые вы можете попасть из текущей, и посчитать для них Мекс, Мекс и их чисел Гранди. Так, это первая теорема Гранди. И вторая теорема Гранди, что если есть две игры, ним, то звездочка И плюс звездочка Ж эквивалентность звездочки И КСОРЖИ. Вот это вот КСОР, здесь просто написано, не знаю, как его правильно написать, чтобы он был понятен. А, ну можно плюсик в кружочке сделать, на цену. Вот. Почему это так? То, что доказывается по индукции, рассмотрим, и КСОРЖИ. Почему? То есть нам что остается сказать? По предыдущей теореме, чтобы доказать, что эта сумма двух игр, ним, эквивалентна игре ним с КСОРным числом камней, нужно доказать, что просто число Гранди, игры И плюс Ж, равно этому КСОРу. Куда можно попасть из игры звездочка И плюс звездочка Ж? Можно попасть в игру И0. Сейчас буду поправить сразу. Так. Просто сложности некоторые. Здесь вот неправильно. Я хотел написать так. И. И. А он. Вот. Сейчас не ругается. Он просто начинает объединять их. И. И так далее. И идем до конца. И в конце будет И. Амперсант. Ж. Минус 1. КСОР. Вот. Потом будет то же самое с нулем. То есть можно. Здесь сколько у нас будет чисел? У нас здесь будет в первой игре у нас И возможных ходов. А в второй игре у нас Ж возможных ходов. Получается здесь всего И плюс Ж. И разных значений. И вот именно этой прямой суммы среди этих чисел нет. И это минимальное число, которое есть среди этих чисел. Так. Давайте я попробую дописать. Дальше мы можем сделать 0. Дальше мы можем сделать 0. И так далее. И так далее. Я потом поправлю. Так. Почему их тут нет? Почему нету И плюс Ж? Это прямая сумма на этот КСОР. Надо на митике посмотреть. Вот эти вот числа и 0, и 1 и так далее, и Ж минус 1. Они будут неравны и амперссанду Ж, потому что... Ну, во-первых, потому что есть... Давайте такую маленькую лему. И амперссанду Ж, А. А сор В равен С. Тогда и только тогда. Только тогда, когда В равен С. Да, то есть... Если бы здесь два числа равны, и имперссанду Ж был равен X некоторым другому, тогда они были бы равны. Но здесь нету вторых. То же самое с Ж. Если бы и амперссанду Ж был равен некоторому, как СОРЖ, тогда бы и равен до ЛБК. Вот. И последнее осталось. Почему это минимальное число, среди тех, которых здесь нет? Так, сейчас, секундочку. То есть, это не само-то, если бы мы не... Немал ли мы? Так, сейчас... Так... СОРЖ. 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 вроде же не выполняется если взять 0 если взять 1 0 1 0 и 0 1 0 1 то у них получается xor 1 1 1 1 и то же самое 0 1 0 1 1 и 1 0 1 0 это вот их проксорить получится 1111 мы кстати в этом мексе не забыли там числа вроде и минус 1 вжитая xor и и так далее короче поишки уменьшать да да я здесь не написал я пробовал писать мне просто сложности одно начал записывать а 0 же я написал мне просто вот он то что может попробовать да вот хорошо бы нам и просто закипастим этот символ чтобы если не париться плюсик еще плюсик выше был бы да вот и выше выше еще крестик а вот он отлично все у вас все будем им пользоваться здесь и 0 и 1 и так далее и же минус 1 и минус 1 вот так все таки все равно остается последний вопрос почему самый самый последний вопрос почему у нас среди этих чисел нету 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 дырок до и плюс g подряд все числа идут подряд все числе если бы они были подряд все числе в качестве второго если бы там была бы какая-то дырочка раз него достаточно показать что они все разные просто а нет просто их не и плюс g то есть это не обычно в общем случае да так надо просто посмотреть что если какое-то число есть меньше тогда у него вот можно мне кажется взять будет старший бит вот допустим у нас есть некоторый набор битов и и и живет и живет первых допустим за впадающие а потом начинается различие какие-то 0 где так 40 тогда будет почему если есть некоторое число меньше пусть есть некоторое число пусть оно равно некоторым вот у него что значит это за счетом меньше у него есть некоторые биты которые в и плюс g отличается от и плюс g и пусть есть какой-то бит 1 отличающийся от него даже если первый бит отличается так если даже первый бит отличается некоторые у нас разные то это означает что можно найти какое-то число какое так пусть и плюс g этот бит пришел от и тогда посмотрим на и да посмотрим на же обжи его не было это посмотрим на gxor вот это число gxor к оно будет меньше чем g вот что я хотел сказать сейчас это правда или нет мы сейчас хотим к противоречию прийти у нас же может у нас же может быть и итоговая xor больше чем но то есть если сумма с нулевой например и любое и же нулевая просто кучка тогда у нас получится задача от 0 до да 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 это за excerpt может стать больше и и плюс g может стать больше вот но если мы возьмем некоторой число к которым меньше чем итоговый xor там был передач как раз примеру перед кто-то из вас предлагал 1001 это и и 0101 это же итоговых сорт будет больше и и больше чем же но он не больше чем их сумма понятно в данном случае на равных сумме вот но просто если подобрать вот я предполагаю что же плюс к она меньше чем живет если это так ксор просто эта операция которая работает в поле z2 по каждому по каждому разряду и поэтому можно вот пусть это некоторое число и вот можно взять его мне кажется что это число к же плюс к она меньше чем же и тогда если взять его а значит она есть а значит она есть в в этом множестве множестве пар вот и которые взялись вот то есть она есть в этом множестве а и и что получается что мы когда его сейчас секундочку нет не в этом множестве не в этом множестве в этом множестве не интересно вот в этом интересно вот оно есть в этом множестве вот оно есть в этом множестве находимся что нам вот достаточно просто привести что каждое число меньше этого ксора будет будет в этом множестве да ну мы доказали что само это число отсутствует в этом множестве это легко этот лемма надо доказать что меньше этих меньше этого числа там нет но я как раз хотел сказать что если как это всегда можно подогнать вот мы сооружаем какой-то пример вот подобное вот этому 10 10 0 1 0 1 и а либо и меньше там оно все равно мы как там и подгон вроде как осуществим да я как раз хотел предположить было предложить как это сделать пусть у нас есть некоторое число технические трудности остались. Да, да, да. Вот я хотел бы сказать, что если у нас есть некоторое число меньше, чем i плюс g, вот, допустим, оно вот такое вот. И тогда вот если взять ксор его с g, то оно будет меньше, чем g нет, я неправильно да, это вот k, все. Пусть у нас есть некоторое число k, равное i плюс g. Вот. Пусть оно меньше, чем нет, скажите, я как-то не то пишу. Все. Я опять запутался. Значит, если у нас есть некоторое число k, которое меньше, чем i плюс g, который отсутствует в этом множестве, я хотел догадать, что просто сказать, что любое число i плюс g меньше, чем i плюс g, вот, x or g, оно присутствует в этом множестве. Для этого надо посмотреть на это число. У него есть некоторый старший бит, как мне кажется, так можно действовать, да, который отличается от x or g. вот, и пусть этот старший бит, он пришел от здесь, от кого пришел, от g. Вот, он пришел от g. И это означает? Там же вроде как, нам будет достаточно рассматривать остаток числа, как вот, то есть вот у нас вот этот вот старший бит, это разделом будет. Вот, то есть вот, то есть вот все, что сливано обращается, нам это не интересно, а справа там делаем, что хотим. Не расслышал. Справа, да, делаем, что хотим. Я просто хотел указать, что это число, оно точно будет меньше, чем некоторое число либо i, либо g. Вот я хотел выбрать, какое именно i, или i, или g. Точнее, не так. Я хотел доказать, что если этот бит, так, кажется, надо просто в монографии чем посмотреть, тут такой же, тоже есть вариант, посмотреть, как там доказывается. Так, если этот бит... Посмотреть на первый ненулевой бит у ка. Да. Так, и... Ненулевой? Да, ненулевой. И получается, либо вы... Так, секунду. Нет, наверное, получится так. Я могу предложить. Можно, во-первых, понять, что, ну, вот если... Да, вот число и так обозначим, которое не лежит в множестве просто. То есть не просто мекс, а просто не лежит в этом множестве. Во-первых, как сор и у нас будет хотя бы g? Как сор и... Да, потому что иначе, если нет, то оно будет лежать в этом множестве тогда. Потому что оно тогда... У него ксор с одним из первых будет ноль. Да-да-да. И как сор и у нас будет g хотя бы и будет. Как сор g, он больше либо равен и, да? Да. И как сор и больше либо равен g. И больше либо равен g. И больше либо равен g. Да. Теперь посмотрим на первый разряд, где различаются и ксор g и вот это к. Вот, на первый такой разряд посмотрим. Ну, предположим, что икс меньше, чем иксор g. Вот. Мы хотим противоречия получить. Вот. Рассмотрим первый разряд, где они отличаются. Тогда там будет у икса ноль, а у иксор g будет единичка. Вот. Но при этом, если сделать иксор и, у нас там то, что, ну, ик тому, ик другому, если применить, то в одном случае у нас получится g, а в другом случае будет иксор и. Но при этом мы знаем, ну, вот у нас есть вот эти два неравенства, значит, там, ну, в общем, там должны и в иксор и в g на этом месте должна стоять единичка, но тогда в иксоре там должен быть ноль, и там противоречит получается. Да, оно было бы больше. Понял. Да, понял. Спасибо. Так, пусть у нас есть и ижи. Да, просто так вот пусть. Есть некоторая к, которая меньше, чем ксор. Мы хотим доказать, что оно отсутствует в этом множестве. То есть, и пусть оно отсутствует в этом множестве. Это означает, что оно отсутствует в этом множестве. это означает, что оно не представляется, как g. Да, давайте тоже поговорим, прожуем. если взять все числа вида если они... если мы... вот k не равно некоторому числу g, да, давайте как правильно описать, мне кажется, k не равно некоторому числу g ксор s, где s меньше, чем i. То есть, оно... это означает, что это равносильно тому, что... g не равен s. То есть, для того, чтобы доказать... для того, чтобы указать, что k не принадлежит ни одному из чисел вида g, g x or s, достаточно сказать, что k xor g больше ли равен, чем i. так, генеральный s... ну, то есть... ну, короче, ладно, это я скобочки возьму. так, есть, значит, дальше пусть у нас k меньше, чем xor, а k g больше, чем i, k e тоже больше, чем g. Рассмотрим максимальный. Он есть либо в i, либо в j. и... так, дальше что? Ну, вот тогда... Нет, ровно... ровно... он присутствует... Там надо, где... ровно в одно. Бит, где различается... бит, где различается... ну, где... где другу... где не та цифра, которая выключена, написана. Да, она... получается, он... этот бит... он есть в i, но его нет в j, например. так, но... если его нет... например, если его нет в i, тогда как... нет, надо просто... да, надо рассмотреть максимальный бит i... да, все... все понял... максимальный бит k... этот максимальный бит находится... в... находится в... либо в числе i, либо в числе j... и... точнее, ровно в одном из них... вот... тогда... в каком из них... с кем-то, да, мы из них противоречие получаем. сейчас я пока еще опять потерял... сейчас... там... мы берем не максимальный бит uk, а максимальный бит uk такой, что там... ну, в этом бите оно различ... ну, не равно тому, что написано в x or j... вот... тогда там будет 0, а у x or j там будет 1 в этом бите. А, да, все понял. Да-да-да, правда. Максимальный бит k... отличающийся от битови сержи. Так, значит, это означает, что в k он есть, и этот бит он есть либо в i, либо в j, но в одном из них нет. Пусть его нет, пусть это бит. Да, это в i плюс j этот бит равен... А ведь нельзя же сказать, что он равен 0 или 1. В бите x or j в этом соответствующем может быть и единичка. Ну, там именно единичка и будет, потому что иначе оно будет меньше, чем k. Потому что у нас все, что слева, совпадает. Да-да-да. Максимальный бит k... отличающийся от битов в i плюс j, в бит 1. Он присутствует, соответственно, ровно в i, например. Он присутствует, например, он присутствует и в i, например. Там... и это максимальный k, на котором он различается, например, он отсутствует в g, тогда у kxor и у kxor и этот бит будет присутствовать, и это число k, нет, хорошо, у kxor g этот бит будет отсутствовать, а в i он присутствует. А все более старшие биты совпадают, правильно? У всех? Нет, не у всех. У kxor g, да, точно. У kxor g, тогда kxor g, тогда kxor g, тогда kxor g, эти биты совпадают. Этот, или g, значит, присутствует в i, в k его нет, там 0, значит, в g его нет, он там тоже 0. А, а, сейчас, подождите, хочется, чтобы здесь был нолик, а здесь был одинчик, да. бит отсутствует, а в i, все старшие биты, как сор g и i совпадают. Все, тогда, значит, получается, получили, что капли с g меньше, чем i. И, значит, противоречие. Спасибо. Соронить, как у Станкевича. Все. Здорово. Спасибо большое за помощь. Вот, нам больше, получается, ничего не осталось. У вас с домашним заданием была задача, надо, как бы, посчитать эти чиселки. Вот, вроде бы, все. На этом курс алгоритма заканчивается. Вереди вас ждет экзамен. 23-го экзамен УПМАИ, 9-го января, экзамен УПМАЕВ. 23-го декабря УПМАИ, 9-го января УПМАЕВ. Все. Спасибо. Всего доброго. УПМАИ, 9-го.